Праздник света и добрых надежд Ханука считается радостным детским торжеством, однако в этом году первую свечу Минары на улице Самары зажигают малым составом. Массовые мероприятия отменены, это противоэпидемические требования. Впрочем, все желающие могут зажечь ханукальные свечи дома и встретить праздник согласно иудейской традиции. Мы всегда зажигаем дома, каждая еврейская семья зажигает дома ханукальные Минара. В этот год еще больше. Мы раздавали тысячами-тысячами ханукальные Минара, что каждый может зажигать у себя дома. И именно, когда мы увеличиваем каждый свет у нас дома, мы уверены, что это будет помочь, что все, которые вокруг нас, будут здоровы и будут радостны. Библейскому повествованию, в память о котором установлено торжество, более двух тысяч лет. Греческие завоеватели, язычники осквернили Иерусалимский храм в 170 году до нашей эры. Повстанцы Маковеи, которых чтят разные религиозные конфессии, освободили храм, а для его освящения требовалось кошерное масло. Тогда совершилось чудо. На небольшом количестве масла светильник горел 8 дней, необходимых для приготовления нового. В память о чудесном явлении в еврейской традиции зажигать свечи всю неделю, каждый день по одной и совершать дела милосердия. Каждый вечером зажигаем ханукья. Это специальный подсвечник для ханука. И все собираются вместе, весь с семьей. И садимся вместе первые полчаса около свечи, поем ханукальные песни все вместе. Атмосфера очень теплая, радостная, семейная. И потом уже фончики, латки, играем дрейдл. В том, что ханукальные свечи зажигаются постепенно, заключен глубокий смысл. Мир невозможно сделать совершенным сразу. Однако ежедневные добрые поступки чудесно изменяют его к лучшему. Важно только не отчаиваться и верить в помощь Всевышнего. И хранить в душе свет хануки. Так же, как и далекие предки, были двух тысяч лет назад освободившие Иерусалимский храм. Олег Зверев, Максим Гусев, События.